Восстание под председательством главы государства Хасымжомарта Тукоева началось заседание Ассамблеи народа Казахстана. В этом году его посвятили теме «Единство, созидание, прогресс». Из-за паводков в ряде областей президент принял решение провести нынешнюю сессию Ассамблеи в онлайн-формате. Глава государства поздравил вновь назначенных заместителей председателя Ассамблеи Юрия Шина и Лугмара Буларова и далее заслушал отчет заведующего секретариата МАНК Марата Зельханова. Он рассказал о реализации ранее данных поручений и ходе подготовки к нынешней сессии. От отдельственных компаний предприниматели в различные фонды помощи поступили и продолжают ежедневно поступать значительные финансовые средства. Думаю, что их общая сумма еще увеличится, выражая благодарность предпринимателям, уверен в нашем дальнейшем успешном сотрудничестве на благо народа. 5 тысяч казахстанцев подали заявки на отстрочку по кредитам из-за паводков. Также подали заявление и более 110 субъектов бизнеса. Банки и микрофинансовые организации рассматривают отстрочки платежей по кредитам пострадавшим от паводков на три месяца – с 1 апреля по 30 июня. В этот период не будут начисляться штрафы и пени. В правительстве также отметили, что единовременная выплата в размере 100 МРП выплачена более 11 тысячам семей, пострадавших от паводка. Жители пострадавших регионов также получили соцвыплаты раньше установленного графика. Такой режим будет сохраняться до 1 сентября. Периоды повторного освидетельствования лиц с инвалидностью и переназначения адресной социальной помощи, получившим ее в первом квартале, автоматически продлены до 1 июля. Для граждан, индивидуальные жилые дома или дачи, которые являлись их единственным жильем, не подлежат восстановлению из-за подтопления, определены два пути решения вопроса. Строительство нового жилья по утвержденным Министерством строительства к типовому проекту или приобретение готового жилья на вторичном рынке в пределах стоимости, утвержденной данным же Министерством по выбору пострадавших граждан. Министерство строительства Для выпускников школ из шести пострадавших от паводков регионов создали специальный график сдачи ЕНТ. Тем, кто сдаст итоговое тестирование плохо, будет зачтен результат пробного ЕНТ, который старшеклассники сдавали в январе. Кроме того, в правительстве намерены выделить дополнительные гранты для детей из регионов, пострадавших от паводков. Летом школьникам планируют организовать бесплатно посещение базы отдыха по всему Казахстану. Правительство увеличит доступ к финансированию пассивной компании за счет субсидирования процентных ставок по кредитам. На эти цели будет привлечено до 400 миллиардов тенге. С учетом этих средств дефицит финансирования весеннеполевых работ все равно оценивается в 1,3 триллиона тенге. Из резерва правительства будут выделены еще 60 миллиардов тенге на удешевление привлеченных займов и гарантирование займов агрария. Этот подход позволит выдавать кредиты под 5% годовых на проведение пассивных работ и предоставлять гарантии до 85% от суммы займа. Следует отметить, что на льготное кредитование пассивной уже направлены бюджетные средства в размере 140 миллиардов тенге через аграрную кредитную корпорацию и 40 миллиардов через проткорпорацию. 91 отечественный асфальтобетонный завод выпускает несертифицированную продукцию. За это можно лишиться лицензии, ну а потом дело может грозить и закрытие. В Министерстве транспорта провели проверку и остались недовольны результатом. Многочисленные нарушения выявлены на 38% всех предприятий. Инспекторы сообщили, что на местах нет актуальной проверки или калибровки дозаторов и термометров, отсутствуют сертификаты соответствия, сито забиты и не подвергались замене с момента приобретения. Обнаружены и старые заводы без автоматической дозации материалов, где все компоненты вносятся на глаз. Такие недочеты сильно влияют на качество сырья и конечного продукта наших дорог. Инспекция установила, что часть заводов-нарушителей участвует в крупных дорожных проектах. На исправление ситуации предприятиям дали 20 дней. Криминалистическую экспертизу при регистрации модификации авто ввели в Казахстане. Теперь специалисты будут осматривать машину при первичной регистрации в случае замены кузова, переоборудования или изменения его цвета. Упрощена и процедура повторного присвоения номеров, пользующихся повышенным спросом. Теперь автовладельцы, которые переехали в другую область, могут сохранить ВИП-номер, полученный в прежнем регионе. Кроме того, теперь номера можно переоформить на близких родственников, включая родителей, детей и супругов. Для упрощения первичной регистрации автотранспорта министерство упразднило несколько бумажных документов, связанных с техническими характеристиками. Теперь они будут поступать в электронном виде из баз данных госорганов. Ведомство также вновь ввело требования о нотариальном заверении сделок купли-продажи автомобилей. Можелесмены приняли законопроект о масс-медиа с сопутствующими поправками. Теперь документ направлен на рассмотрение в Сенат. Этот законопроект долгое время обсуждался между представителями власти, журналистами, правозащитниками и представителями казахстанских медиа. В результате обсуждения срок исковой давности, который предъявлялся к СМИ, сократили до одного года. Сейчас он составляет три года. Кроме того, изменениям подверглись и другие пункты законопроекта. Например, сроки ответа на запросы СМИ сокращены до пяти рабочих дней. А вот норму о пресс-картах журналистов исключили, так как отсутствовало их концептуальное отличие от аккредитации. Какую реакцию вызовет обновленный вариант закона у представителей СМИ и интернет-изданий? Мария Млухпанова разберется в опросе в программе «Дневной формат» в 14.00. С июля изменится правило начисления пенсионных взносов. Новшества коснутся выплаты обязательных пенсионных, профессиональных взносов и обязательных пенсионных взносов работодателя. Внесение поправок связано с переходом на Международный стандарт финансовых сообщений ИСО 20022, который не предусматривает проведение списочных платежей. Вместе с тем предлагается сохранить порядок предоставления агентами платежного поручения и списков физических лиц, в чью пользу перечисляются обязательные пенсионные взносы. Постановление планируют ввести в действие с 1 июля. А пока документ размещен на сайте открытой НПА для публичного обсуждения до 13 мая. 2,5 яйца и 17 граммов рыбы в неделю должен потреблять взрослый казахстанец согласно минимальной потребительской корзине. В ОСДП провели анализ этих утвержденных стандартов и закупили основные продукты с учетом прожиточного минимума, из которого в месяц на питание приходится около 27 тысяч тенгена человека. Это данные Бюро национальной статистики. Рацион оказался очень скудным. В расчете на неделю – это одна морковь, помидор, ядин огурец, 60 граммов мяса и погорский круп. Анализ показал, что такое питание может привести к гастриту, недоеданию и, как следствие, рождению детей с инвалидностью. Представленная в Мажоресе фракция просит пересмотреть содержание минимальной потребительской корзины, которое было принято в 2016 году в Минацэкономике еще под руководством печально известного Хуандаха Бишимбаева. Получается, что среднестатистический наш казахстанец, он питается меньше, нежели тот же заключенный, который сейчас отбывает наказание в исправительных учреждениях. Мы должны отходить из того, что с понятием минимальное. Почему прожиточный минимум должен быть, почему минимальная зарплата, почему минимальное социальное пособие и другое должно быть. Мы должны говорить о нормальных стандартах. Казахстан постепенно в течение этого года компенсирует перевыполненные в первом квартале объемы добычи в рамках ОПЕК+. Об этом сообщило Министерство энергетики. Показатель суточной добычи нефти в прошлом месяце был выше квоты примерно на Су-2000 барреля. В то время как Казахстан обязался лишь снижать производство в первом квартале, не превышая установленного порога 1 миллион 468 тысяч баррелей в сутки. Однако в ведомстве заявили, что страна подготовила подробный план компенсации, согласно которому постепенно компенсируют перевыполненные объемы. Текущие добровольные обязательства в рамках ОПЕК+, действуют до конца июня. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон прокомментировал свой визит в Казахстан и остановился на перспективных направлениях сотрудничества. «Мы просим вас не делать выбор в пользу партнерства и торговли с Россией или с Китаем, или с кем-либо еще», – сказал Кэмерон. Он подчеркнул, что у Казахстана должна быть возможность выбирать партнерство с Великобританией таким образом, чтобы это позитивно отражалось и на общей безопасности, и на общем процветании. «По словам главы МИД Британии, наша страна находится в жизни на важном регионе, соседствующем с Россией, Китаем, Ираном и Афганистаном. Здесь много глобальных вызовов. Для нас важно, чтобы Великобритания была здесь и говорила бы, что она хочет быть вашим партнером в развитии образования, партнером в борьбе с изменением климата, партнером в развитии бизнеса, партнером в предоставлении молодежи новых возможностей для самореализации в вашей стране», – подчеркнул Кэмерон. США грозят отрезать банки Китая от мировой финансовой системы из-за помощи военно-промышленному комплексу России. Именно с такой целью проходит визит госсекретаря Антони Блинкена в Поднебесную, пишут газеты Financial Times и Wall Street Journal. Свой трехдневный визит в Китай госсекретарь США Антони Блинкен начал 24 апреля с посещения Шанхая. Если в МИД КНР назвали главной целью визита американского госсекретаря – установление взаимопонимания, то в США прямо говорят о намерении донести до Пекина свои претензии. Блинкен на специальном брифинге для журналистов заявил, что основной темой обсуждения в Пекине станут последствия от якобы оказываемой Китаем поддержки военно-промышленному комплексу России. Эммануэль Макрон ведет переговоры с лидерами ЕС, чтобы найти другого кандидата на пост главы Еврокомиссии. Об этом сообщил Блумберг со ссылкой на источники. Примечательно, что пять лет назад президент Франции сыграл важную роль при избрании Урсулы фон дер Ляйен. Как отмечает Блумберг, сейчас Урсула фон дер Ляйен борется с недовольством некоторых стран-участниц Союза тем, как она руководила ЕЭК в течение последних пяти лет. Особенно это касается торговых переговоров, изменения климата и отношений с США. По данным издания, Макрон обсудил с премьер-министрами возможность избрания на ключевую должность в ЕС бывшего президента Европейского центрального банка Марио Драги. До выборов в Европарламент осталось меньше двух месяцев.